Ой, какие ароматы утреннего кусары. Какие ароматы. Куда идем? Туда? В парк? Да идемте просто уходить. Мы это... Ой, запросто, знаете, как хорошо уходить. Такое расстояние. Мы можем на теренкур пойти туда, наверное. Ну, твоё дело. Куда уходим? Не без разницы. И на всякий случай денежку взяла. Мы что-то купим. Я тоже. Ну, это... Там собаки бегают утренние, голодные. Мы сразу на нас сейчас. А мы тут такие красивые, с утра свежие. О-о-о-о. Видишь, какой? Какая прохлада. Вот именно прохлада. Не замерзнем ли? Нет. Посмотрите, стаи. Жанна Федоровна. Идемте, да, наверх туда. Ой-ой-ой, они посмотрят. Еле Жанетту оторвала от дерева. Она воспользовалась тем, что сейчас 15 минут седьмого утра а хотела ободрать дерево соседское. Ну, кто же не берёт? Не срывает. На дереве они расстались. Не дошли. Правильно. Ну, и вы не достали бы. Ветку бы сломали. Как хорошо. Ну, прохладно. Надо было что-нибудь сверху накинуть. Не холодно вам? Нет, нет. Кто-то вам выбросил ковёр. Слушай. Ну, и наград. Да. Зреет. Ну, он такой, хиленький такой какой-то. Гуляющих, кроме нас. Жанна, никого нету, смотрите. Они там... Смотрите, какие веточки. Кто-то идёт. Да. Ну, у всех свои жизненные приоритеты. Кто-то считает это ценностью. А кто-то так, мусором, который потом падает, понимаете, сметают и всё. Только вот я согласна. Согласна сами полностью, что Бог даёт, надо собирать. Ну, видите, как-то. А потом люди жалуются, когда чего-то нет. Потому что когда даёт, не берёшь. Говорят, тебе, значит, не нужно, но и надо. Здесь досягаемо. Чего нет? Вот, вот смотрите. А я думала... Я думала, вы просто поесть хотите. Да? Вам так надо собрать? Не, ну вы это с чужого дерева соседского хотите урожай собрать. Ага, много, да. А может, они ещё будут собирать? Может, рано? Вы хотите их опередить? Весь такой чистый утренний кислород сейчас на Римановском парке. Ой. Мусор оставили, собаки разодрали. Кульки. Ой, как хорошо. Лучики солнца пробиваются сквозь ветки деревьев и так, фрагментами освещают и дорожки, и листья. Такое разноцветие. Они молчат, посмотри. Молчат, да. А что, не проснулись, да? Сейчас мы споём за место птичек с утра пораньше. А что, хорошо, что встали, не валялись. Это такие, знаете, старые кусарские дома. Вот именно вот в том виде, в каком они были, они и сохранились. С этими маленькими балкончиками, верандами такими, на которых обязательно есть лавочки. По вечерам люди выходят, жители сидят, лузгают семечки, обмениваются важными новостями, политическими. И не только. Да, это школа номер два. Школа, в которой учился мой папа. Я её как-то снимала для того канала. Да. Какой интересный сделали вход в дом, смотрите. Цапли. На постаменте ракушечном. Ну, а сколько у них тут насаждений. Ух ты, разнообразных. Даже пальма есть. Ой, и пальма, и кипарис. И это каждый раз вы мне пишите, как это называется. Я каждый раз забываю. Ну, в общем, этот кактус. Да, декоративная капуста. Я однажды посадила у себя во дворе, так, клумбочкой декоративная капуста. Она, конечно, когда зацветает, очень красивая. Но потом она тянется ввысь и становится такой уродливой. Не знаю, они однолетки, да, по-моему, одногодки. Мы здороваемся с солнцем, встречаем солнце. Мы так решили сегодня с Жаней эту и выйти поутру прогуляться. Вот, а потом будем готовить завтрак. Какие яблоки красивые, белые-белые. Жанета завела меня на базар. Все, почем? По 70. По 70. Самая приемлемая цена огурцов. Сейчас Жанета картошку пособирает. Накопает. Помидоры накопает. Пошла копать. Потому что яблочки взяли. Такие прям недомашние, похоже. Вкуснющие. Я знаете, что хочу показать? Это мы гулять вышли. Жанету куда занесла? На базар Жанету занесла. А мы вышли погулять, если что. Вот так вот. А метла-то метла. Одна метла к другой. Красивые-красивые. Что метут, не знаю. Чистейший город, если что. Ну, что-то метут. А, в общем, кто не успел. И я не виновата. У нас вот такие будут творожные лепешки. Ну, девочки, у вас совести нет. Если бы вы видели, как оно все красиво. Как оно все... Светка, вставай, давай. Побежали, давай. Хватит валяться. Ой. Ой, как у нас сейчас будет. Красиво, вкусно. Сейчас еще чаек налью. Вот. Дидя, нам туда надо, в ту сторону. Идем. Туда, вперед. Идем, давай. А теперь налево, Аида. А теперь сюда. Поворачивай, вот сюда. Вот сюда. Да. Еще раз поверни. Налево. Сюда еще раз поверни. Мы сейчас с тобой гатых выберем. Ты будешь выбирать? Да, ты знаешь, какой? Да. Какой? Я с мамой знаю. Какой? Хозяйка, давай. Какой? Хозяйка, хозяйка. Давай, выбирай. Да это большой, не. Давай маленькую баночку. Вот такой, я ваша Айкаса. Вот. А может быть, вот этот налево еще меньше, который, вот такой. Давай. Ага, ладно. Давай я сама. Ты положишь аккуратно? Да. Давай, молодец, умница. Осторожно. Тебе уже тяжело будет, по-моему, нет? Мне тяжело. Пошли. Пошли, подожди. Ты положила его. А ты здесь спросила, у меня, наверное, денежки есть? А вдруг нет у меня денежек? У меня есть денежки. Ты же, по-моему, шоколадки хотела, нет? Ты теперь сок хочешь? Эти, что шоколадки. Идем, выбираем шоколадки. А если не хватит денежек на Акасе, что будем делать тогда? Потому что мы положим обратно. А, правильно, правильно, положим обратно. Идем. Давай расскажем, что мы купили. Доставай. Что достаешь сначала? Персики? Так, мы взяли... Что это? Что это? Персики. А, должны отгадывать. Так, вы должны отгадать. Вы поняли? Подожди, я покажу сейчас, Лапик. Мы купили персики. Значит, в нашем магазине за килограмм 2,49. У нас на 446 грамм 1,11. Дальше что достаешь, Аида? Гатых. Гатых. Что это? Что это? Отгадывайте. Отгадывайте. Это Гатых. Мы отгадали, Дидя? Да. Какие мы молодцы. 1,99. Когда был абрикос, мы говорили шафтали. Шафтали говорили на абрикос? Да. Абрикос же это не шафтали, когда был персик. Мы не знали, что такое персик, поэтому говорили шафтали. А мы это кто стесняюсь спросить? Это я, Аида. А, вы это ты, Аида. Хорошо. Дальше доставай. Умора. Что это у тебя тут? Что это? Что это? Отгадывайте. Это, наверное, сок. Правда? Ура. Мы отгадали. Осталось посмотреть, сколько он стоит. Сейчас мы посмотрим. 35 копеек. Что у нас еще осталось? Это спектаколик. Что это? Вы нам покажите обложку. Вы нам заднюю часть показываете. Вот так. Правильно. Покажите. Вот, юный блогер. Вот. Правильно. Это киндер шоколад. Мы отгадали? Да. Какие мы молодцы. У нас киндер шоколад стоит 3,45. Все закончилось. Все закончилось. Ура. Какие мы молодцы. Мы купили мало. Значит так. Это и это. Это Дидина. Желание. Это Дидина. Желание. И это. Дидя. А, наверное, что себе купила? Где справедливость. Где справедливость, Аида? А? Я с тобой поделюсь. Спасибо, моя родная. Всем поделишься? Даже соком? А он же совсем маленький, Аида. Я немножко выпить и тебе оставлю. Какая ты молодец. Я тобой горжусь, Дидя. Спасибо большое. А шоколада много. А шоколада много, да. Хорошо. Все. У нас это наша любимая гречка. Мама позвонила, попросила Дидюшку взять из садика. Мама немножко там прихворала. Вот. У нас гречка вон там. Дидина любимая еда. Она кроме гречки ничего не ест. Ленешка сделала заготовки. Но пока еще не успела. Вот тут намыла. Кое-что. Приехала из кусаров, наверное, сегодня. Твоя. Ага. В кусарах была. Ну вот. Я это. Потом попозже Дидя, возможно, мне поможет. Мы сейчас с Дидей перекусим. Правда, Дидюль? А ты не сказала привет? Привет. Пожелай всем всего хорошего. Всем всего хорошего. Спасибо. Всем всего хорошего. Отключайся. Всем всего хорошего. Надо обязательно руки перед собой ставить. Мы были в грязи. Ну что? Ой. Ой, как качественно. Закрыта банка. Ой, да что ж такое-то? Я открыта. Я не могу. О-о-о-о. Представляешь? Можно... Ножми и открой. Что сделать? Ножми и открой. Я пытаюсь. Даже ножик не помогает. Густрый ножик. Вот я буду... Густрый ножик. Что ж так хочется? О, наконец-таки. Я думала, никогда не открою уже. А вроде бы открыт. А ты вот это верхнее кушаешь? Нет. Ну вот, я хочу это убрать. Мама же всегда убирает твоя. Вот я это тоже уберу. Хорошо? Все? Угу. Это я ем вот это. Я знаю. Верхнее я убираю, а вот это ты ешь. Я знаю. Ой. Все, как вы любите, Аида Хану. Все, как вы любите. Спасибо. 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 Я тебя двенадцать люблю. Я тебя четырнадцать люблю. Да ты что. На улице было десять, дома уже до четырнадцати дошло. Еще чуть-чуть, Дидя. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. А мультик? Теперь мультик? Угу. А без мультика не вариант? Нет. Ну, пожалуйста. Давай с тобой пообщаемся. Мы же давно с тобой не общались, Дидя. Ну, пожалуйста, мультик. А общаться мы с тобой когда будем? А? А когда мы друг другу расскажем последние мультики? После обеда. После обеда? Да. Когда я ем, глупо и ем. Ты глуп и не? Нет. Когда я ем, и глуп и ем. Когда я ем, я глух и нем. То есть глухой и немой. Не слышу и не говорю. Понимаешь? Нет. Нет. Ай, Дидя, как мне не хватало твоих выкрутасов. Если бы ты только знала. Что все, вим пошло. Ой. Ой, какой кошмар. Какой кошмар. Какой кошмар. Зачем ты сюда не засунула слюнявчик? Слюнявчик. Ай-яй-яй. Нэля забыла слюнявчик. Вот это да. Это вот такой. Это уже не шутка. Это не шутка. Правильно. Это уже не шутка. Уже это не шутка. Правильно. Нэля допустила такую оплошность. Обалдеть. Это уже не шутка. Это не шутка. Я понимаю. Я поступила неправильно. Ну, что такое? Я прошу прощения. Ну, ладно. Где за и прощение? Спасибо. Вы меня простили, значит, да? Да. Я рада. Мутик, 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 мутик. Это у нас это, мук-банг. С участием внучки. Мутик, мутик. А ведь я не вырежу это, Диди. Я ведь оставлю, пока есть. Пожалуйста, мутик, я захочу. Хорошо. Ты разрешишь мне тебя в щечку поцеловать? Да. Что ты не сделаешь, да, ради мутика? Дидю забрали раньше, чем я думала. Но у меня тут такое дело. Так как Диди у нас гречневая душа, значит, что сразу гречку, гречку. Гречку я варю всегда много. Вот. Это я оставила себе на завтрак, завтра часть. Вот сюда вот так вот переложила уже. Ну, тут одна порция у меня гречки. Вот переложила. Сейчас пищевой пленкой это накрою. Значит, уберу в морозильник. Готовая еда у меня есть. А это, знаете что, лавровый лист. Мы сегодня по дороге домой, когда возвращались из кусаров, значит, остановились пить чай. А там чайная, в качестве такого живого забора у них растет лавровый лист. В общем, деревья лавровые, ну, они как кустарники, их вот так вот посрезали, вот так, с высоты человеческого роста. Ну, как? В общем, высоту и человеческий рост. Ой, вечер просто. Ну, как вечер это. Ну, да, без 15-10 к ночи дело близится. Я его хорошенько промыла. Вот так лавровый лист. И сейчас все-таки я его потру еще тряпочкой, полотенцем, потому что, несмотря на то, что я мыла, смотрите, есть вот этот какой-то налет. Я постараюсь сейчас от него избавиться. Вот, потру и оставлю вот так вот на салфеточке. Пусть просушивается хорошенько, а потом уже уберу. Он так пахнет, свеженький такой аромат, приятный-приятный. Что у меня здесь? В этом полотенце у меня подсушивается лук зеленый. Я брала тоже в кусарах сегодня на базаре. Зелень эту 6 пучков на манат. Вот так вот. А здесь у меня подсушивается укропчик. Тоже 6 пучков на манат. В общем, почистила, намыла. Немного просушу. Сейчас что буду делать? Буду нарезать. Отдельно хочу заморозить укроп, отдельно лук. Потому что иногда хочется смешивать, например, для салата. А иногда для обеда не смешиваю. Хотя у меня там еще есть целая такая колбаска замороженной зелени. Тоже микс там у меня лук, укроп и трушка, кстати. Вот. Теперь у меня такое дело. Эти помидоры. Значит так. У моего брата был хороший товарищ. Он живет в деревне Вяль-Вяля. Это по дороге в Кубу. Вот. Он сам адвокат, но у него достаточно большой сад. И он там что только не выращивает. Вот он привез яблоки, кукурузы, дыню. Ну, кстати, эту дыню я сейчас буду вот чай попила. Теперь буду дыню на ночь глядя кушать. А я вот такие эксперименты люблю с собой. Ну вот. Он еще привез помидоры. Помидоры двух сортов. Один вот такой, один вот сорт сливовидный вот такой. Но я что хочу сделать? Буду молоть. Молоть и вот так вот прям опять буду замораживать. Мне это очень понравилось. С гречкой это просто самое оно. Отлично. Очень понравилось. Только есть проблема. У меня закончилась тара. У меня весь морозильник сейчас забитый. С заморозками вот. У меня нет тары. Такой, вот именно такого объема. Знаете, вот такого вот хочу объема. Вот. Такой тары у меня нет. Вот я подумываю сегодня не трогать пока помидоры. Я пока разберусь с зеленью. А вот эту вот часть марлезонского балета я, наверное, осуществлю завтра. Проиграю. Скорее всего. Пойду куплю тару и уже буду морозить. Да, хорошо же так. Отлично. Отлично. Скорее всего, даже знаете, какие-то вот я очищу от кожуры. Да. Вот эти плотненькие. Я так и сделаю. Очищу от кожуры. Нарежу колечками или дольками просто крупными. А потом буду использовать для яичницы с помидорами. Тут у меня еще посуда грязная. Я еще подъела кукурузку. У меня остались. Кукуруза была такая прям классная-классная кастрюля. В общем, у меня и газовая плита. Не пойми в каком состоянии. Я на ночь глядя занимаюсь делами. Ну вот у меня получилось две колбасы. Скажем так. Одна колбаса. Это у меня вот лук нарезанный. Здесь укроп. Это у меня столбики. Ну, стебельки укропа. Вот эти жесткие части. Я их, жесткие стебельки, я их отрезаю. Вот так вот оставляю в морозильнике. Поэтому, когда мясо, например, варю. Или, может быть, я даже буду тушенку делать. Ну, тушеную рыбу посмотрим. Тоже брошу туда. Знаете, что я иногда делаю? Даже в замороженном виде. Например, я могу сделать заправку. Потому что столбики-то они тоже стебельки. Они же очень ароматные. Я блендером перебиваю. И очень вкусная заправка получается, между прочим. Ну, я как-нибудь вам это покажу. Вот помидоры я переложила. Они уже почти все стекли. Это вот нижние. Еще пока мокроватые. Но ничего страшного. Я переложила в тазик. Вот так сейчас уберу в холодильник. Завтра схожу, куплю эти контейнеры такие мягкие, одноразовые. Буду перебивать туда. Вот и тут у меня сушится. Я уже протерла хорошенько лавровый лист. Досушивается. Вот завтра уже переложу в баночку. Ну, и осталось мне только с посудой разобраться. Газовую плиту сейчас тоже помою. И все. Пойду. Пойду бай-бай.